Это программа «День с толком» в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В России решили провести свою Паралимпиаду. Кто сможет принять в ней участие? Макдональдс уходит из России. Будут ли барнаульцы скучать по бургерам и картошке фри? Драка на Старом Базаре. Судебные разбирательства подходят к концу. О чем просит адвоката обвиняемого? Чему верить? В сегодняшнее непростое время этот вопрос возникает в головах многих людей. Новостей настолько много, что определить, какая из них ложь, а какая достоверна, становится все сложнее. Так откуда людям черпать правдивую информацию, пытались разобраться наши корреспонденты. Когда-то они были специалистами по криптовалюте, затем переквалифицировались вирусологов, теперь стали военными аналитиками. Специалисты эти сферы говорят, в последние годы знатоков в кавычках становится все больше. Они создают многочисленные аккаунты в соцсетях и собирают аудиторию. Сейчас снова активизировались. Это бессмысленное пережевывание информации, которой нету правды. Потому что мы не знаем реальных планов элит, которые прогнозируют эту ситуацию и развивают. Если интересно все-таки что-то знать, ограничьте чтение новостей 15 минут в день. Выберите, где вы их читаете, какие-нибудь источники. Я читаю несколько сайтов новостных нашего края, федеральных несколько сайтов. Читайте только текстовые материалы, без картинок и без видео. Потому что здесь очень много фейков именно в этом. В Центре управления регионом утверждают, на фоне последних событий фейковой информации стало в разы больше. Десятки в сутки. Здесь уже давно научились распознавать, что правда, а что ложь. Признаки. Эмоциональный окрас определенный. Отсутствие ссылок на какое-то более или менее известное экспертное лицо. То есть, как правило, в таких случаях отсыл к знакомым, к родственникам знакомого и так далее. Любая резонансная информация, которая вызывает резонанс в обществе, особенно в негативном плане, уже как бы повод задуматься над тем, насколько она правдива, достоверна. А подобные информации сейчас множество. Достоверную, по словам Евгения Нечапуренко, можно черпать из государственных СМИ и их аккаунтов в соцсетях. Если затрудняетесь определить правдивость новости, в помощь телеграм-канал «Война с фейками» и недавно появившийся федеральный ресурс «Объясняем.РФ». Оба набирают популярность у россиян. Кстати, что касается информации об уходе Майкрософт, то и за это, по мнению экспертов, переживать не стоит. В России всегда пиратель софт, и не секрет, он будет у многих еще работать пиратский. Но, наверное, будет это замещаться какими-то отечественными аналогами, потому что есть достаточно отечественных информационных систем. Настолько же хорошие эти аналоги? Хороший вопрос, но будем надеяться. Ну и вернемся к обилии информации, от которой у населения уже голова кругом. Эксперты советуют отвлекаться от новостей и заняться своими непосредственными обязанностями. Именно сейчас, по их словам, есть возможность в полной мере проявить себя на рабочем месте, пройти какое-то обучение или вовсе найти новую работу, ведь знающий человек имеет ценность в любые времена. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Ну а если вам кажется, что какая-то новость может быть неправда, присылайте ее нам, мы проверим. И переходим к другим темам. Россия планирует провести альтернативные паралимпийские игры. Уже известен девиз «Мы вместе». Пройдут старты в Хантамансийске. Точные сроки определяются. Виды спорта должны, конечно, быть охвачены все, для того, чтобы предоставить возможность нашим паралимпийцам выступить и получить и спортивные результаты, но и овации болельщиков. Поэтому своих не бросаем. От нас в играх сможет принять участие горнолыжница Таисия Фарьяш. На днях она вернулась из Южной Кореи, где в последний момент российским паралимпийцам запретили участвовать в стартах. В играх в Хантамансийске примут участие белорусы и, возможно, спортсмены каких-либо других государств. Призовые суммы за победу будут такими же, как и за медали на паралимпиаде. Я защищался. Такова главная мысль выступления Михаила Старцева, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Он, пожалуй, главный участник резонансной драки на Старом базаре, которая произошла летом 2020-го. И сегодня он просил суд его оправдать. Разбирательство длится почти полтора года и близится к финалу. На сегодняшнем заседании побывал Дмитрий Дроздов. Передаю ему слово. Громкое дело драки на Старом базаре подходит к концу. Сегодня в суде Центрального района Барнаула прошли очередные прения. С одной стороны обвиняемый Михаил Старцев, с другой вдова погибшего в этой потасовке Павла Рохлова. В рамках заседания сторона защиты Старцева выступила со своим видением рокового июльского вечера. Адвокаты настаивают. Потасовка началась из-за лопатина. Мужчины с битой, которого в первое время СМИ назвали инвалидом. Адвокаты подчеркнули, что мужчина вел себя агрессивно и сломал Старцеву нос. Все это привело к драке, в результате которой Павел Рохлов погиб после удара Михаила Старцева. Далее слово взял сам обвиняемый. Он сказал, что его компания пыталась выбить ту самую биту из рук лопатина. Когда лопатина повалили на землю, в потасовку вмешались прохожие. Среди них был и Павел Рохлов. По словам адвоката Старцева, лопатин ударил девушку из компании его подзащитного, на что Михаил сразу отреагировал ответным ударом. Еще один интересный момент. Часто от стороны защиты Старцева звучала фраза. А как бы вы поступили, когда видите, что девушку ударяет мужчина, а на принятие решения доли секунды. Свою вину Старцев не признает. Цитата. Я не совершал преступления, все мои действия были в целях защиты. Прошу вынести справедливое решение. Вы сами видели, что произошло. И по версии следствия, можно было Рохлову защищать свою бывшую супругу. Он мог ударить ворогушину. А Старцев не мог защищать. Себя и девушек. Мы просим его оправдать по части 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку отсутствует состав преступления. У вдова погибшего Светлана Рохлова на протяжении всего заседания сидела со слезами на глазах. Часто отрицала то, что говорят представители Старцева. И даже затыкала пальцами уши. Слышать все это ей явно было неприятно. В роли выступающей Светлану мы не увидели. От комментариев она отказалась, сказав, что неважно себя чувствует. Кстати, сторона защиты Михаила Старцева начала свое выступление со слов соболезнования семье Светланы Рохловой. Сам же Старцев и вдова никак не взаимодействуют. Не было ни извинений, никакого общения. Следующее заседание состоится 15 марта. Там стороны смогут высказать все замечания по прению. А вот 21 марта ожидается окончательное заседание с последним словом Михаила Старцева. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. С сегодняшнего дня в России временно запретили покупать наличную валюту. Доллары, евро. Такая мера будет действовать в стране полгода до 9 сентября. Но по-прежнему жители страны смогут покупать валюту в безналичной форме. Чтобы понять, отразилось ли новое ограничение на Барнаульцах, нам хватило всего несколько ответов. Нет, мы студенты. То есть денег нет? Да, верно. Нет, деньги-то может и есть, но доллары я не собиралась покупать. Я пока не знаю, как их использовать. Эта новость как-то шокирует вас, отражается лично на вас? Нет, нормально все. Мне их не было. Зачем? На мою жизнь вообще нет. Тоже собираюсь как под доллар. Нет собираться? Нет. А почему? Если дать нам не нужно. Порублю, двигаемся. Нам надо от доллара отказываться. Нам надо, самое главное, чтобы нас не третировали, Россию не уничтожали. А как мы без долларов-то будем жить? У нас доллары, рубли. Мы жили все время без долларов. И на рубли все покупаем. Советский Союз жил на рублях. Сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» временно закрывается на территории всей страны. Об этом накануне заявило руководство компании. Приостановить свою работу должны все 850 ресторанов. В Барнауле их три. Первый появился в 2016 году. Об этом уходе жители выразились неоднозначно. Все, что закрывается и наценяется, это все только не на пользу людям, покупателям. Всем и очень. Я лично вообще крайне недовольна. Хрен с этим «Макдональдсом». Пусть закрывают. Я сколько тренировался, вот только сейчас пришел, поел и сейчас больше не хочу туда ехать. Если питается вся Россия «Макдональдсом», то это утрата. Не только для них, но и для нас. А вообще для молодежи что значит это место? Мы вот прощальный обед скоро будем делать. Людей просто жалко. Потому что люди работу теряют. Это больше всего. К слову, отмечается, что сотрудники ресторанов продолжат получать зарплату. Правда, в каком размере, пока неизвестно. Напомним, что первый ресторан «Макдональдс» был открыт в Москве в 1990 году. Сегодня во всем мире отмечают День почки. Орган, который прямо сейчас защищает ваш и мой организм от всех вредных веществ. В последние годы у детей все чаще диагностируют почечную недостаточность. Два ребенка с Алтая ждут пересадки. С одним из них познакомилась наш корреспондент Анастасия Наборщикова. Две почки. Обе не работают. В эту минуту Полина проходит курс операции гемидиализа. Ей всего 16. Ее мечта – это операция по пересадке почки. Около года она лежит в больнице и помнит тот день, когда отказали органы. До того, как я сюда попала, я чувствовала недомогание какое-то. Я весь день ходила с плохим настроением, не выходила из комнаты. То есть чувствовала себя как-то подавлено. Мы пошли в свою больницу, сдали анализы, развернутый анализ крови. Вот это было на другой день. Звонит врач, детский врач. Звонит, срочно собирайтесь, сейчас приедет за вами скорая. У вас анализ крови очень плохой. Короче, криотинин. Например, норма 100, а у вас 800. У девочки постельный режим. Помощь бабушке необходима. В палате за стенкой то же самое. Сегодня в Центре охраны материнства и детства 21 пациент. За год сюда привозят почти 600 детей со всего Алтайского края. От трех месяцев до 18 лет. Частый диагноз – инфекция мочевых путей и гематурия. Если последний, например, не лечить, то наступит анемия, которая несет угрозу жизни. Поэтому врачи советуют родителям быть предельно внимательными с детьми. Если ребенок в плане снефрологической патологией, если у него беспокойство при мочеиспускании, учащенные мочеиспускания, болезненные мочеиспускания, наоборот, ребенок редко мочится, либо отеки появляются век по утрам, боли в животе, в пояснице, подъемы температуры. Если что-то есть, нужно записать ребенка к педиатру, как это и сделала мама Полины. Сейчас у девочки есть шанс аппарат диализа, как искусственная почка для ребенка. Он фильтрует кровь и поддерживает работу других органов в норме. И это очень важно, потому что почка, которую найдут в Москве, должна обязательно прижиться. Сегодня в крае для поддержки таких пациентов есть все необходимые медикаменты отечественного производства, говорят врачи. А пока Полина все-таки десятиклассница, которая обязательно станет программистом. Об этом она говорит каждый вечер с мамой. В эти минуты девочке становится легче. Я звоню ей и общаюсь с ней, чтобы мне стало как-то легче. Она мне дает совет, она скажет, как сделать правильнее в этой ситуации, чтобы не допустить каких-то ошибок. Анастасия Наборчикова, Александр Антропов. День с толком. И еще одна статистика. На Алтае проживают более миллиона женщин. Почти 54% населения края. И среди соседок по Сибири наши представительницы прекрасного – самые возрастные. Их средний возраст больше 43 лет. Следом идет Кемерово – почти 43 года. Женщинам Омска – в среднем 42. Красноярским и Томским – по 41. Самый молодой регион – Республика Алтай – 36 лет. При этом средний возраст матери в регионе при рождении ребенка – 28,5 лет. Кстати, губернатор Алтайского края накануне поздравил с 8 марта представительницей прекрасного пола, активисток общественных организаций края. Сегодня в регионе существует несколько социальных сообществ, где многодетные и нуждающиеся семьи могут получить реальную помощь. Подробнее в сюжете. Цветы – самые теплые слова от губернатора Виктора Томенко. Глава региона поздравил женщин с праздником весны. Это руководители социальных сообществ. Они уже много лет решают проблемы семей в трудной жизненной ситуации. Так, краевая организация «Много деток хорошо» объединяет уже почти 3000 многодетных семей. Один из ее якорных проектов – обеспечить одеждой нуждающихся. Мы объединяем 14 районов Алтайского края уже у нас. Как рождается район? Там появляется активная мама. Мы ее добавляем в наши администраторы. И мама вокруг себя объединяет многодетных родителей. А Елена Мерещак 14 лет назад создала сайт «Мамочки-22». Вклад ресурса неоценим. Он помогает женщинам подготовиться к материнству. Сейчас в сообществе 70 тысяч женщин. Нашлось очень много мам. Кто беременный, кто уже родил, кто в каком роддоме, где ребенку что купить. То есть, вот это все пошло, закрутилось. И настолько мамам это оказалось нужным, что моментально у нас просто столько подписчиков. Ну и дальше больше начали организовать встречи, мероприятия. Наверное, природа женская, она подразумевает и активность, и результативность в решении очень важных, сиюминутных, таких очень жизненных вопросов. И поэтому общественная деятельность, общественная нагрузка, общественная, наверное, активность, мне кажется, без женского участия она невозможна. Виктор Томенко в очередной раз подчеркнул, что алтайские активистки, впрочем, как и все представительницы прекрасного пола, незаменимые помощницы для тех, кому нужна поддержка. Валентина Аскерова, День с толком. 8 марта повод дарить не только цветы, так и многодетная семья Брит, воспитывающая 11 детей, многие из которых занимаются в музыкальной школе, накануне получила долгожданный подарок – новый инструмент о том, как живет музыкальная семья в нашем следующем сюжете. 11 кромных детей, 8 дочерей и 3 сына. Барнульская семья Брит – самая многодетная в городе. Старшей дочери Анжелики 15 лет, младшему сыну Самуилу всего 10 месяцев. И родители вновь в ожидании. Мама Елена говорит, все не так сложно, как кажется. Было очень сложно, когда были первые 5 маленьких детей, а сейчас уже наоборот, с каждым годом проще и проще, потому что дети уже выросли, и они помогают. Малыши, последние, наверное, человека 4, они настолько увлечены какими-то делами, игрушками. У них так много общения друг с другом. Бытовые обязанности, в том числе готовку, семья делит поровну. На кухне трудятся не только девочки, но и, например, старший сын Вячеслав. Он отвечает за сладости. Также дети массово занимаются творчеством. Подрастая, все они идут в музыкальную школу. В семейном арсенале скрипка, виолончель и пианино. Именно на нем играют старшие дети и осваивают азы мелодии младшие. Однако музыкальный инструмент требует замены. Из-за износа его приходится часто настраивать. Но, несмотря на это, звук все равно уступает современным аналогам. Юные музыканты долгое время мечтали о новом инструменте. И вот, наконец, 8 марта он появился в их доме. Цифровое фортепиано – подарок на Дарошонии. Еще летом бизнесмен и почетный гражданин города познакомился с семьей и решил помогать им в детских начинаниях. Есть какие-то возможности помочь, подставить плечо по сильной возможности. И как-то я для себя внутренне определился. Я эту семью буду посещать, видеть, общаться. Быть участником, наверное, какой-то частицы воспитания детей этой огромной большой семьи. И поздний вечер с тоскою пел отец Аню, он в Белогороде снял. Теперь такие музыкальные вечера, говорит семья, станут проводиться еще чаще. А старшая дочь Анжелика, которая и играет на инструменте, верит. Он поможет с подготовкой к поступлению в музыкальный колледж. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует...